Как построить эффективный диалог с властью? Эту задачу хотим решить в рамках нашего нового проекта под названием «По правде говоря». В студию издательского дома «Ульяновская правда» ведущая Наталья Васильева. Здравствуйте! И прямо сейчас время честных ответов на справедливые вопросы. Когда у людей возникают проблемы, куда они, как правило, обращаются в первую очередь? Правильно, в местную администрацию. Но когда градус недовольства зашкаливает, ретранслятором их проблем становятся средства массовой информации. И вот сегодня я буду исполнять привычную мне роль журналиста и арбитра. Сегодня в нашей студии руководители четырех муниципальных образований нашего региона. Итак, глава администрации Ульяновска Алексей Гаев, глава администрации Димитровграда Вячеслав Гнутов, глава администрации Барышского района Сергей Кочетков и глава администрации Старомаинского района Василий Половинкин. Уважаемые главы, я призываю каждого из вас к максимально неформальному разговору. Давайте попробуем встать на сторону собеседника, то есть конкретных людей, в решении конкретных наболевших вопросов. Мы начинаем наш разговор с главы администрации города Димитровграда Вячеслава Гнутова. Вячеслав Геннадьевич, добро пожаловать. И на прошлой неделе Димитровград буквально несколько дней гремел на весь регион. Причина банальна, коммунальная авария. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет телекомпании ДимТВ и вспомнить о том, как это было. СВИЧ образовался на трубе ХВС диаметром 500 миллиметров. По словам главного инженера Ульяна Скобл-Водоканала, устранение аварии никак не отразилось на жителях ближайших домов. Забили чоп в трубу под давлением, не отключая никого. И, ну, немного тут сейчас вот обвал грунта произошел. Сейчас обкапают, обварим и все. Не могли мы не поинтересоваться итогами ликвидации коммунального ЧП, произошедшего в Димитровграде, днем ранее. Напомним, из-за порыва на центральном водопроводе на улице Зимина, без воды почти весь день были жители сразу двух районов города. Горячее водоснабжение доходило после 18.00 абсолютно до всех. То есть до самых верхних этажей. Андрей Николаевич, у меня только один вопрос. Скажите, а вы отслеживаете комментарии в социальных сетях, где люди писали, что в 21.30 у них не было еще воды вообще никакой? Я не исключаю тот факт, что вода могла не быть на улице Свирской на 10 этажах. Но по результатам мониторинга где-то в районе 12 часов, потому что мы мониторинг до 2 часов ночи вели. То есть в 2 часа ночи уже даже в районе Свирской улице было давление порядка 4 килограмм. Вместе с тем по распоряжению главы региона на месте последней аварии побывал и первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Якунин. Вопрос постоянно поле зрения губернатора. Перспективная задача губернатора поставил – это замена всего водопровода. И локальная – это принятие ряд мер, я не буду сейчас о них говорить, которые позволили более быстро, оперативно решать подобный вопрос. Ну и закупка, соответственно, оборудования, труб для того, чтобы эти подготовительные работы были. Слаженность работы всех коммунальных служб, система отчетов для галочки и меры по недопущению подобных ситуаций впредь. На заседании областного штаба КЧС главной темой для обсуждения стали аварии на центральном водопроводе Димитровграда. Я хочу четкое видение, что нам нужно срочно делать. К сожалению, не дожидаясь прихода летнего периода. Насколько я понимаю, городской водоканал совершенно не готовился к зиму. И я бы хотел иметь служебный проект, как готовился город Димитровград с точки зрения, по крайней мере, сетей. Сергей Морозов еще раз напомнил собравшимся о необходимости в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию для полной замены старых коммуникаций. Ведь именно износ сетей, по версии руководства водоканала, и является главной причиной коммунальных ЧП. Я считаю, что это не может являться оправданием по одной простой причине, что раз они взялись за это дело, и это их ответственность, значит, они должны были летом как минимум трубить во всеуслышание, что они не смогут пройти отопительный сезон. И в этом случае, если даже у города было бы недостаточно средств, я думаю, подключилась бы область, и были бы приняты меры по недопущению данной ситуации. Ну что, Вячеслав Геннадьевич, давайте сейчас, вот вы как глава администрации, скажите, пожалуйста, какова ваша оценка работы администрации города в данной ситуации, ну и, конечно, коммунальных служб? Ваша оценка? Ну, действительно, ситуация была достаточно серьезная. Хуже всего то, что первые две аварии попали на выходные дни, это суббота-воскресенье, была такая первая ласточка, когда у нас был порыв на трубе диаметром 500 на перекрестке улицы Тосипотапа и Красноармейской. В субботу она была оперативно устранена, к сожалению, из-за износа трубы порыв образовался на следующий день буквально рядом. Заново пришлось все отключать, заново пришлось раскапывать и ликвидировать. Горожане в это время были дома, и практически все выходные они оказались без холодной воды. Естественно, практически весь город на себе это почувствовал. То, как ликвидировалось, достаточно оперативно. Ну, не могу сказать, что однозначная четверка, скажем так, четверка с минусом. Именно то, что как оперативность ликвидации. Вы знаете, очень часто сейчас и с экрана, и в ваших словах звучит фраза «износ сетей». Вам не кажется, это несколько странной фразой, ввиду того, что у людей справедливый вопрос. Что делал Водоканал летом, когда в июле, в августе месяце на больших плановых совещаниях коммунальщики бодро рапортуют? Мы готовы на 97-98%. В итоге, к середине августа, демитроварские коммунальщики кричат о том, что они готовы на 100%. И от того же представителя Водоканала, главного инженера, которого мы сейчас здесь видели, стабильно звучало «проблем нет, работаем в штатном режиме». Водоканал – это коммерческая структура, которая несет ответственность за то, как она подготовила сети. И людей совершенно не волнует, что у них сети изношены. Согласитесь? Абсолютно правильное замечание. То, что сети были построены в 1967 году, и в этом году им исполняется 50 лет, ни в коем случае не является оправданием эксплуатирующей организации. Действительно, они обязаны были привести все сети в нормативное состояние, для того, чтобы пройти без ЧП отопительный сезон. По отчетам это было сделано. По факту, как мы видим, зима показала, что это не так. Сейчас мы проводим комплексную проверку для того, чтобы разобраться все-таки, где была информация предоставлена правильная, какие на самом деле работы проводились, и какие не проводились, что самое-то интересное. Какая-то более персональная, скажем так, ответственность сотрудников администрации города последует или нет? Я имею в виду тех людей, которые получают деньги за то, чтобы действительно город был готов к зиме, чтобы следить за тем, чтобы все коммунальщики, которые отчитываются, они предоставляли верную информацию. Где сбой произошел? Где-то не проверили, не перепроверили, поверили на слово. На все эти вопросы ответ даст та проверка, которую мы сейчас ведем. Но еще раз говорю, что руководство водоканала доложило, что все мероприятия, которые должны были быть проведены, проведены. По бумаге у нас подготовка была стопроцентная. Да, меня интересует другой вопрос. Почему в субботу и в воскресенье люди, которые остались без холодной воды и без горячей, не были обеспечены технической водой? Ну, здесь целиком и полностью вина нас. Мы действительно не обеспечили своевременный подоз технической воды. Вот то, что во вторник мы сделали, сделали очень качественно. Были привлечены 10 единиц техники, обратились за помощью и к МЧС, и к частному бизнесу было организовано 10 пунктов раздачи технической воды. Также в некоторых МКД у нас были выведены трубы в слуховые окна, и также раздавалась техническая вода. Информация также была доведена своевременно и до всех. Вот здесь нареканий не было, и горожане были, благодарили, скажем так. В выходные, к сожалению, это было организовано некачественно. Чья это вина? Это вина наша, вина администрации, вина моя как глава администрации. Этот момент мы не проработали. Благодарю. Да, ну и хотелось бы, я бы хотел как глава администрации города Демитровград принести извинения горожанам за то, что они вынуждены были терпеть неудобства в выходные дни. Разберемся, сделаем выводы и не допустим в дальнейшем повторения такой ситуации. Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создание комфортных условий проживания в нашем регионе. Эти слова мы все чаще слышим с высоких трибун. Я местный житель Ульяновской области и действительно могу подтвердить, что ситуация меняется к лучшему. И в Ульяновске, и в Демитровграде, и в Инзии, и даже в Барыше. Строится жилье, открываются магазины, спортивные комплексы. Города, которые лет 10 тому назад тонули в темноте после завершения рабочего дня, сейчас едва ли не круглосуточно освещаются. Но ведь этим жизнь не ограничивается. И, к сожалению, в нашем регионе очень много есть мест, где люди тоже достойны комфортных условий проживания, но почему-то их не получают. Я предлагаю сейчас посмотреть следующий сюжет. Из Барыжского района. Темные улицы, отсутствие сотовой связи и автобус, который ходит до райцентра с горем пополам. К сожалению, картина обыденная для многих деревень. Однако иногда у жителей сел терпение заканчивается. Так произошло в селе Ляховка Барыжского района. В январе этого года с подачи своей старосты сельчане написали коллективное письмо в одной из областных СМИ. На их удачу публикация попала в руки губернатора. Это село Ляховка, в 30 километрах от Барыша, который находится в плену, без возможности выбраться. В селе накопилось огромное количество проблем. Власти их не слышат. Одна надежда на общественность. Вот они и пишут. У нас отменили рейсовый автобус Барыж-Шляф, который ездил к нам два раза в неделю. Теперь нам не на чем доехать в больницу и по делам с документами. Да и просто выехать за продуктами или лекарствами нет возможности. Если вызвать такси, то это тысяча рублей в одну только сторону. А у нас у сельских нет таких денег. Другая проблема. В селе нет уличного освещения. В селе сотовой связи нет. Вызвать скорую помощь или пожарных, или полиции они не могут. Сельчане обращались в администрацию Барыжского района, но, как они утверждают, ничего не изменилось. Чиновники прислали официальный ответ, в котором пообещали выполнить свои обязанности по обеспечению транспортом и связи. Но такие ответы они присылают каждый год, а дела нет. Но вдруг жители села преувеличили свои проблемы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы решили отправиться туда сами. Минувший понедельник название села Ляховка Барыжского района стало известно всей области. О его проблемах на аппаратном совещании сказал губернатор Сергей Морозов. Мы приехали в это село, чтобы проверить, действительно здесь все так плохо, как говорилось в письме. На первый взгляд может показаться, что как минимум проблем с освещением в Ляховке нет. Фонари висят едва ли на каждом столбе, но уже скоро выясняется, в Ляховке их можно считать только украшениями. Работают из них только два, да и то только в центре села. Остальные, как говорят местные жители, не светят с момента основания Ляховки. Поэтому вот уже много лет, с наступлением темноты и до рассвета, людям приходится пробираться по улицам с фонариками. Зимой еще полбеды, со снегом не так темно, а вот весной и осенью это кромешное мгла. Глава поселения вам пообещал еще в январе сделать освещение? Вот, в конце декабря. Да, было собрание у нас в этом правлении, и пообещали в конце декабря сделать. Но Пусть отказалась, я таких слов не говорила. О том, что фонари ляховцам обещали к концу декабря, рассказывают и другие жители села. Однако глава измайловского городского поселения Александр Винокуров говорит, что об этом речь не шла. Сначала он пообещал фонари к первому октября, а потом до конца первого квартала 2017 года. А дело все в том, что они никак не могут передать два единственных светильника с баланса местного СПК на баланс поселения. Правда, нам Александр Винокуров все-таки назвал примерные сроки освещения Ляховки. Сейчас вот технические условия нам отдали, да? Вот сейчас мы, просто я ездил и в Бейси был, да? Вот так прием-передача балансовый, заявление о переравлении технологического подсоединения. Не все так быстро, потому что там все фонари надо передать, чтобы они были на нашем балансе, после этого заключить договор. И это будет, мы не сказали, что в первом квартале, но я думаю, что где-то число 15-20 февраля уже будет полностью завершено. Может быть, если удастся, то еще раньше. Вторая педаль Аровки – это связь. Она там присутствует лишь номинально. Сотовый ловит только в некоторых местах, поэтому мобильные телефоны у жителей деревни не лежат в карманах, а висят на окнах. Там, где связь хоть иногда, но появляется. Телефон висит на окошке. Сотовый, да, вот на веревочке висит. А вот если с веревочки снять, отойти куда-то, связь вообще ловить будет? Ну вот назад и ходим туда, вот на поле берет. А если скорую вызывать там или милицию, ну как? Ну вот все, вот так вот. Так же, то есть на поле надо бежать? Да на поле или вот дома. Со стационарными телефонами в Ляховке тоже беда. Причем уже не один год. Они либо вообще не работают, либо в трубках раздается ужасный треск, за которым не слышно собеседника. День нашего приезда, телефоны в очередной раз молчали. Они говорят, связисты. И все время звонишь, там шум, и отключаться без конца, и ломаться без конца, без конца. Вот сейчас вот ремонт видно. И давно так? А? Давно так? Да давно, давно. Сделать маленькое, пройдет месяц опять ломает. Ну сколько, год, два? Да, год, больше, наверное, год, два, три. Там все изношено. Все провода, все гнилое. В районной администрации отсутствие связи в Ляховке объясняют довольно обыденно. Нерентабельно. Что для мобильной связи, что для проводной. Там живет слишком мало людей. Зарегистрировано около ста, реально проживает около семидесяти. Кабельная постоянно рвется. Идет подвижка грунта, когда весной и осенью. Из-за этого рвется. Чинят. Опять вышки там нету. Связь сотовая не ловится. Они не планируют никто там ставить? У нас таких сел много, где не работает сотовая связь. Потому что селы с малым количеством проживания. Более трехсот. Триста, трехсот и выше. Там ставится вышка. Операторы идут там, где им тоже выгодно. Будет доход какой-то. Из-за этого там не планируется. Разговоры про рентабельность в конце концов могут привести к тому, что в Ляховке произойдет трагедия, если ее жителям не удастся вовремя вызвать скорую, пожарных или полицию. Что касается отсутствия транспорта, то в день нашего приезда в село в Ляховку впервые за полтора месяца приехал автобус. Газель частного перевозчика. Правда, селян пугает то, что маршрут этот назвали пробным. Если у владельца покажется, что он опять-таки нерентабельен, то автобуса снова не будет. Именно по этой причине в Ляховку в декабре перестал ходить транспорт. За моей спиной автобусная остановка села Ляховка. Правда, в деревне она выполняет роль архитектурного объекта. Автобус приезжает в другое место, в центр села. Отсутствие автобуса для жителей Ляховки – это тоже трагедия. Потому что в Барыш периодически нужно попасть всем. Кому документы отвезти, кому в больницу, кому по другим делам. А такси до Барыша, который находится в 20 километрах от села, стоит весьма и весьма недешево. А как добирались, пока автобус был отменен? Такси нанимаем. Мне сказали 300 рублей до Барыша? 600. 600 до Барыша, до измавки 300. А, то есть один конец 600? Да. До Барыша? Да. То есть если захворало, надо ехать в больницу, это туда-назад 1200, да? Да. А если секрет, а сколько зарабатываете на ферме? Ну, тот же складник, сколько он зарабатывает. Нет, вот у меня 10 тысяч выходит. Ну, то есть, словно говоря, заболел, десятую часть от зарплаты только на такси отдать надо. Да. Но несмотря на все свои проблемы, ляховцы не унывают. Довольно чищенной дорогой, тем, что у них работает магазин, пусть и 2 часа в день, и тем, что периодически к ним приезжает из Измайлова медсестра. Хочется надеяться, что и со светом, связью и транспортом там тоже все будет в порядке. Ну что, я приглашаю сюда Сергея Кочеткова, главу администрации Барышевского района, Сергей Владимирович. Добрый день, Наталья. Добрый день, Сергей Владимирович. Честно, вот порадовало только одно, что оптимизм у людей присутствует, да? Тем не менее, когда свет-то будет? Ну, наверное, стоит проговорить еще раз эту тему. Ну, скажем так, безусловно, вина людей в том, что сегодня у людей несбывшиеся надежды есть. Мы это разобрали буквально детально, и поэтому я хотел бы в хронологии проговорить, как все получилось. Еще в августе, когда проходил сход граждан, именно глава поселения вышел с инициативой увеличить количество светильников. В сюжете немножко не точно. Никого не интересует передача светильников. Сегодня немножко вопрос сложнее. Значит, так как там был СПК, он ликвидирован, и стоит вопрос о передаче мощности. Это один из элементов при оформлении технологического подключения. Ну, и это тоже не все. Вышло 440-ое постановление, в котором обязывают, что каждый светильник, я еще раз подчеркиваю, каждый, если он стоит на большом расстоянии, должен быть оборудован обязательно прибором учета, то есть счетчиком. Когда-то мы за это на самом деле ратовали, и это в целях экономии просто замечательно, но вот в малых селах это возникает большая проблема. Я специально проговорил и сказал об этом, что так как надо поставить 5 светильников, там всего 45 домовладений, проживает 61 житель, надо поставить 5 светильников. Поэтому практически на каждый светильник надо поставить счетчик. Само собой это все растянулось. Что произошло? Мы главе, вот Винокоров Александр Михайлович выступал, один из лучших глав. Но что произошло? Приехали на сход граждан неподготовленные. Надо было прежде взвесить все риски, просмотреть все технологические по срокам операции. В конечном итоге должна была появиться дорожная карта, которую надо было выдержать четко по срокам. Соответственно, приехали в порыве души, сказали, потом свое слово нарушили. Соответственно, появилось вот это вот обращение. Я полностью согласен с губернатором, что так делать однозначно нельзя. Если что-то говорим, это должно быть определенный срок, это должно быть обязательно пошаговая карта. И если уж там написано или дано слово, должно быть четко выдержано. Вот что сегодня произошло? Мы сегодня можем сказать, ну, уже Александр Михайлович сказал, то есть нас те старые светильники не интересуют, они нам не интересны. Мы устанавливаем там полностью светодиодное освещение. То есть мы, конечно, движемся в рамках экономии. Поэтому, ну, я понимаю, может быть, это чисто так художественные, как бы, что фонари. А на самом деле все не так. Я, извините, конечно, перебью вас, но тем не менее. Раз сказали, пришли, видимо, неподготовленные, пообещали одни сроки. Второй раз пришли неподготовленные, пообещали сроки. Сейчас третий раз, дошло до губернатора. Вот сейчас, вот, идя к нам на проект, вы подготовились сейчас? Да. Когда должен появиться свет, конкретную дату? До 15 февраля свет будет включен. Отлично. У меня больше нет вопросов. Не, ну, давайте и по автобусу, как бы, до конца. И по связи, да. Хорошо. Итак, автобус. Давайте по поводу автобуса. Вот скажите, пожалуйста, вы знали, ну, скажем, или вот ваши подчиненные знали о том, что автобус перестанет ходить? Нет. Я, то есть, вот я как раз про это тоже, как бы, почему мы устраивали разбор, то есть до меня это не дошло. Если бы это было, как бы, заранее проговорено, то по-любому мы нашли бы какие-то... Хотя, с одной стороны, мне все понятно. Вот первый рейс ездил, поехал пять человек, да. Потом посмотрели, у нас до этого были мониторинги, с этого села ездили два-три человека. Ну, понятно, губернатор говорит о том, что независимо, где человек живет, один он в селе живет, или в городе Ульяновске живет, да, конституционное право никто у него не отбирал, да. Он должен и имеет право доехать. Поэтому это наши уже, скажем так, достаточно трудности, и говорить о том, что идеальный случай, это когда мы берем деньги, платим, как компенсацию за упадающие доходы, и автобус едет, независимо от того, сколько ведет. Ну, мы пошли другим путем. Мы объединили сегодня выгодные рейсы и, скажем так... И убрали Ляховку. Нет, нет, и поставили Ляховку как социальную нагрузку. То есть мы удлинили Измайловский рейс, там небольшое расстояние. То есть в Измайлово всегда есть люди, да. То есть он приезжает в Измайлово, проезжает в Лявку, забирает людей, опять заезжает в Измайлово, берет людей, едет в Барыш. То есть мы сегодня это привели. То есть получается, что либо ваши подчиненные до вас не довели информацию, либо они просто не услышали людей, которые, я думаю, что слухи-то по селу быстро расходятся, и о том, что автобус не будет ходить, известно стало не за день и не за два. Вот в данном случае персонали и будут? Ответственность? Да, конечно. Потому что мы проводим каждую неделю аппаратное совещание. То есть на аппаратном вам не доложили, что такая проблема? То есть точно проводим аппаратное совещание для того, чтобы посмотреть и порадоваться, как все хорошо выглядят, да. Аппаратное совещание проходит для того, чтобы проблемы были выплеснуты не то, что глава услышала, а чтобы все еще попало в протокол, чтобы заработала бюрократия, да. Потому что сразу у любого вопроса появляется исполнитель, сроки и так далее, и тому подобное. Этого не было. Насколько сейчас могут быть жители Ляховки уверены, что автобус не пропадет резко? Просто вот опять так же? Ну, по техническим причинам всякое может быть, да. По административным не может. Потому что, ну как, сломаться все может. По административным нет. Хорошо, давайте по поводу связи поговорим. Вам понравился телефон висечный? Сразу хочу сказать, что по связи могу не как человек, который за это отвечает, а просто порассуждать. Нет, давайте вы как человек, который за это отвечает. Нет, я за это не отвечаю. Как глава муниципального... Я за это не отвечаю. Давайте, как глава муниципального образования сейчас. Я морально за это отвечаю. Но не... Сразу хочу сказать, значит, связь, которая, значит, такая, по проводам, да. Связь, кабель между Ляховкой и Измайловым заменен и положен полностью новой. Когда я разговаривал, значит, со связистами, они говорят, мы вот бьемся и ничего не можем сделать. Там проходит восковольтка. Соответственно, восковольтная линия наводит шумы. И там постоянно трещит. Все поменяли. Но шумы есть. Соответственно, вот по новой опять вернулся. Он говорит, ну мы до этого же сколько раз вы писали нам письмо, мы занимаемся. Но вот то работает, то появляются сегодня какие-то... Все акты по замене кабеля, они нам предстали. Полностью кабель между Измайловым и Ляховкой лежит новый. Положен 16 километров. Поэтому в этой ситуации, ну что, будем уповать, наверное, только на какую-то техническую искру специалистов Ростелекома, которые, я не знаю, применят какое-то правило Буравчика, да, и в конечном итоге появятся. То, что касается сотовой связи. Сотовую связь в Ляховке, ну мы постоянно пишем отчеты. То есть у нас за это направление Светлана Владимировна Опенышева, ну я так навскидку, ну раз 30. Я на память могу перечислить все населенные пункты. Это Осовка, Кудажлейка, Ляховка, Малые Хомутери, Новый Дол, Беликова, Саводерка. Там, где на сегодняшний момент село Паловка, где отсутствует сотовая связь. Нам четко говорят, ребята, это коммерческая... То есть телефонной связью вопрос вообще открытый. И он не, скажем так, мы прикладываем все усилия в плане возбуждения этого вопроса. Но наши полномочия на этом заканчиваются. И возможности. Спасибо. Будем надеяться, что выход будет найден, да? Да, конечно. Спасибо большое, присаживайтесь. Вам спасибо. Я предлагаю без лишних слов сейчас посмотреть сюжет из Старой Майны. Точнее, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет из Старомайнского района. Разбирая на аппаратном совещании и публикации региональных СМИ, Сергей Морозов обратил внимание на материал одного из ульяновских сайтов, где идет речь о закрытии школы в Старой Майне, которая якобы нуждается в срочном ремонте и находится в аварийном состоянии. Недели ранее в самой Старой Майне в школе было организовано родительское собрание, где педагогическому и родительскому коллективу школы сообщили о том, что школа в аварийном состоянии. Возможно, ее закрытие всколыхнуло общество с района, ведь в образовательном учреждении учатся 262 ребенка. Обсуждение проблемы Старомайинской школы достигло серьезных масштабов. Захотели построить школу? Нет проблем. Если вы прошли, так сказать, в тот перечень, который давно уже утвержден, значит, тогда школа будет построена. А просто так, знаете, ничего не бывает. Поэтому просил бы, так сказать, Солсанович дать поручение, чтобы мы там все это разобрались. Глава администрации Старомайинского района Василий Половинкин настроен на решительные действия. По его словам, в аварийной школе есть трещины. Сейчас мы обсуждаем характеристики земельного участка для новой школы, покупаем проект. В аварийной школе есть трещины, и на них мы наложили маячки. То есть, если трещина расходится и увеличивается, бумажки, наклеенные на границе трещины, порвутся. Но параллельно делаем шаги по вхождению в одну из трех программ. Первая – совместная с Финобром программа строительства новых школ. Вторая – программа устойчивого развития территорий. Работаем совместно с Минсельхозом. Третья – капремонт. И деньги необходимы на ряд работ тоже, к счастью, есть. По заверению главы районной администрации, статьи, которые обсуждает широкая общественность региона, не более чем провокация. Но покой и сон родителей, обеспокоенных судьбой стромаинских детей, потерян. Я приглашаю сюда главу администрации стромаинского района Василия Геннадьевича Половинкина. Добрый вечер. Василий Геннадьевич, добрый вечер. Согласитесь, возможное закрытие школы, о котором сейчас шла речь, оно не случайно всколыхнуло общественность района, ведь там учатся 262 ребенка. То есть, конечно, в масштабах более крупных городов нашего региона, это, конечно, цифра-то и небольшая, но для Сторомаинского района весьма. Самый главный вопрос, почему нет диалога с населением, почему люди не понимают, что школу нужно закрыть, как вы говорите, почему они не понимают сути происходящего? Ведь все вопросы можно решить на месте, у вас просто с ними не складываются отношения, или просто как-то получилось так, что вы не увидели проблему тогда, когда ее нужно было увидеть? Да нет, проблему мы увидели. Мы проблему увидели достаточно давно. Ну, начну с предыстории. По распоряжению губернатора после прохождения зимнего сезона 2015-2016 было дано поручение обследовать все бюджетные учреждения района. Комиссионы мы обследовали, были, значит, определены те объекты, которые необходимо сделать. Собственными силами мы очень много сделали в рамках подготовки к текущему сезону, но по первой школе у нас, у комиссии нашей, были очень достаточно серьезные опасения. И чтобы их развеять или подтвердить, мы заключили договор с одним из ульяновских, с одним из ульяновских проектных институтов на обследование данной школы. Данной организации нам был выписан документ, который говорит, что категория технического состояния объекта – аварийное состояние. Дальше мы начинаем думать, что делать дальше. Извините за сфотологию. Два пути – либо ремонтировать капитально, либо строить новую школу. Мы обращаемся в Министерство образования Ульяновской области. Нам приходит официальный ответ за подписью заместителя министра, исполняющего обязанности на тот момент, министра образования и науки Ульяновской области, Наталья Владимировна Семеновна. Для вхождения в перечень мероприятий по проектированию и строительству новых зданий общеобразовательных организаций администрации муниципального образования Старомайский район необходимо 1. Определить типовой проект повторного применения из федерального реестра типоевых проектов строительства школы на сайте Министерства строительства Российской Федерации. 2. Определить земельный участок, предназначенный по строительству с обеспечением его инженерной инфраструктурой. 3. Привести привязку проекта к земельному участку в определенное под строительство. 4. Подготовить перечень оборудования и провести обследование технического состояния. Все эти шаги мы делали, основываясь на письме министра образования. Все шаги эти были сделаны. Мы определились с проектом, мы договорились с правообладателем, с оригинатором этого проекта, о приобретении этого проекта. На время строительства нам давало его просто так, но на момент ввода в эксплуатацию новой школы нужно было выкупить этот проект. 2. Мы внесли изменение в генплан и ПЗЗ рабочего поселка Старая Майна, определили земельный участок, на котором предполагали строить новую школу. 3. Мы объявились практически уже на работу по привязке данного проекта к земельному участку. То есть это коммуникации вода, электроэнергия, газ и все остальные коммуникации. Параллельно, из-за чего возникла эта ситуация, начали смотреть вопрос. То есть мы осуществляли мониторинг, то есть как дышит, как работают несущие конструкции данного здания. То есть вот этими маячками определяли, увеличивают стрещины, уменьшают стрещины. Но параллельно начали определять худший сценарий. Вдруг школа будет дальше трещать и разваливаться. Что делать? Начали смотреть возможности второй средней школы, которая есть в второй майне, и комплектование классов, и трудоустройство учителей. Вот, видимо, здесь мы не доработали и не совсем точно довели до родительского сообщества о том, что школа закрывается, учителей на улицу, и непонятно, что будет здесь. Мы умещаемся в здании средней школы номер 2 рабочего поселка Старая Майна. Вот еще раз повторяю, это при самом худшем сценарии. Одна параллель, третий класс, предположительно, будет учиться во вторую смену на время строительства новой школы. Но я же говорил, что два пути – это или строительство, или комплексная реконструкция. На этой неделе была замминистра, как раз вот Наталья Владимировна Семенова у нас в районе. Обследовали также совместно, не обследовали, а посетили обе школы. Было принято все-таки решение, которое согласовали с губернатором Сергеем Ивановичем Морозом, что школа входит в федеральную целевую программу по капитальному ремонту школы в 2018 году. Деньги на проектирование у нас есть. Я думаю, что мы 5 февраля объявим конкурс на составление проекта по ремонту данной школы. И в 2018 году мы входим в федеральную целевую программу по капитальному ремонту школы. Планируется на время капитального ремонта, это месяцев 6-7, также детей все-таки разместить в здании географически, разместить в здании средней школы номер 2. И после капитального ремонта также их вернуть в родные стены. Что касается учителей? Что касается учителей, то вообще здесь с коллективом была проведена встреча, и учителям была доведена информация, что ни один из учителей не потеряет работу. То есть мы приняли решение, что совместители, те учителя, которые проводят там по несколько часов, мы от их услуг отказываемся, они работают по основному месту работы. С пенсионерами мы прекращаем трудовые отношения, а все учителя, которые в трудоспособном допенсионном возрасте, все они умещались бы в штатном расписании от второй школы. То есть ни один из учителей не был бы выброшен на улицу. Так почему же вообще возникла такая ситуация, что просто отсутствует диалог, или просто вовремя не проинформировали? Видимо, вовремя не проинформировали, хотя там есть, ну, наверное, да, скорее всего, вовремя не проинформировали. То есть на сегодняшний день ситуация такая, что мы в начале февраля объявляемся и делаем проект на капитальный ремонт, в 2018 году входим в капитальный ремонт программу, и в 2018 году уже завершаем ремонт, и школа продолжает работать в своем режиме. — То есть когда учителя, которые остаются, и ученики переходят в школу номер два? — Ну, все будет зависеть от того, как мы войдем в программу. — То есть пока не остаются в своей школе? — Пока мы ведем мониторинг, школа пока ведет себя устойчиво, то есть и учителя, и ученики находятся в здании этой школы, и надеемся, что они будут в ней находиться прямо до момента вхождения в программу. — Может быть, я прослушала, но у меня возник вопрос, а что, при подготовке школы к новому учебному году трещины никто не видел? Или руководство школы про трещину ранее никому не говорило? Нигде это не было зафиксировано? — Ну, трещины не были. Насколько они опасны, все-таки были сомнения и у нас, и у руководства школы, поэтому и было принято решение заказать комплексное обследование несущих конструкций школ в специализированной организации. — Но после начала учебного года? То есть вы допустили школу к началу учебного года, не будучи уверен в том, что она безопасна? — Ну, у нас на тот момент не было официального документа о том, что вот эти трещины есть. То есть и несут они какую-то аварийность или не несут аварийность? — Вы о них узнали случайно? — Ну, не случайно. Если бы мы узнали случайно, мы бы не заказывали это. То есть мы знали о них, но не придавали им такого значения. То есть не знали степени угрозы. — Ну, я надеюсь, что вот степень угрозы действительно невелика, и дети спокойно дождутся, когда... — Мы за этим очень внимательно наблюдаем, и мы, естественно, не допустим, что если будут увеличиваться эти трещины, мы примем все меры для того, чтобы угрозы никакой не было. — Я думаю, что вы обязательно донесете до общественности и до учителей принятые решения. — Да. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Итак, я приглашаюсь сейчас за эту трибуну главу администрации города Ульяновска Алексея Владимировича Гаева. Здравствуйте. — Добрый вечер. — Итак, много хорошего говорили про магазины, про жилье, про строительство спортивных комплексов в нашем регионе. В общем-то, и все хорошие начинания, если честно, на мой взгляд, можно перечеркнуть просто одним розчерком. Например, даже не то, что розчерком, а журналистами, которые оказались на одной из ульяновских улиц и увидели нечищенные тротуары. Увидели не только журналисты, увидели жители, которые живут, люди, которые проезжают мимо. То есть я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, чтобы вы тоже увидели. Вдруг вы не знаете. Власть подвергает нашей жизни опасности, заставляет нас ходить по дороге. Видимо, чем больше нас передавят, тем меньше на нас надо средств. Тротуар на улице Тимирязева приносит местным жителям много неудобств. Безопасно сходить в магазин сегодня роскошь. Либо тропой, где рискуешь провалиться, либо прямо по проезжей части. Потому что тротуар завалили снегоочистительные машины. В прошлый раз женщина, извините меня, шла вот здесь. Тропинка узкая, как в лесах партизаны ходили, когда ступня в ступню, так и тут. Она провалилась, у нее сапог провалился ниже вытопной тропинки. И, извините, она повисла на промежности. И висит, и вылезти не может. Выйти с детьми на коляске или санках здесь, естественно, нужно постараться. Самое удручающее, что эта проблема ежегодно, рассказывают жители, а меры не принимают. Как бороться с этим люди не знают и опускают руки. Ведь 28 декабря они оббивают пороги, звонят на горячие линии, пишут письма. Пользы только от этого никакой. Ленинская администрация мне дала такой ответ. Что вы хотите, весь город завален снегом. Все. Жалуются на коммунальщиков и дворники. Говорят, что не ценят водителей снегоочистительной техники чужой труд. Вот я убрала чисто. Пройдет и все опять мне туда горы навалит. Вот я хочу, чтобы они прислушались к этому, хоть на остановку-то не пуляли. И так снегу в этом году полно. Но все познается в сравнении. Если у жителей на Тимирязево тротуар хоть и заваленный, но существует, то на улице ветеринарные о нем вообще пока только мечтают. Здесь люди уже привыкли ходить по проезжей части. Но зимой эта проблема обостряется. Ведь обочины тоже завалены снегом. И от лихачей здесь уже не спрятаться. С дороги некуда уйти, чтобы машина проехала. Даже был случай, когда машина поддевала человека, человек в больнице лежал. Как рассказали в городской администрации, сегодня на борьбу со снегом на тротуарах в Ленинском районе вышли три трактора. Но до Тимирязева ветеринарные они пока не доехали. Видимо, все из-за большого объема работы. Зато бульвары и скверы в Ульяновске чистят исправно. Все виды работ мы производим согласно утвержденному муниципальному заданию. Зима очень снежная, поэтому людям приходится очень много работать. Бригада 8 человек, работаем по скользящему графику. Механизировано и вручную. Всего по информации администрации на улицах города сегодня работало 50 единиц техники. Алексей Владимирович, вот честно, у меня сейчас просто слов нет. Потому что всякое, конечно, видели. Но вы, вот Ульяновск, столица региона. На вас вообще все муниципальные образования должны равняться. Честно, я не совсем понимаю вообще, когда наши коммунальщики говорят о том, что снега как никогда много. Но извините, у нас вообще-то зима-то в России всегда снежная. Что оказались не готовы, не хватает техники, не хватает людей. Или мы, чистя центральные тротуары и бульвары, умывая лицо, забываем про руки. Вот ваше мнение. Мы не забываем, умываем не только лицо, не только руки, но и все другие части тела. Но действительно, это необходимо какое-то время. Мне действительно знаком этот репортаж. Мы отработали на сегодня улицу Тимирязева. Да, действительно, не всегда у нас получается сделать всю работу очень быстро. И у нас есть улицы высшей, первой, второй, третьей, четвертой категории. И тот объем техники, тот объем средств, которые действительно есть в городе, он объективно рассчитан таким образом, чтобы все улицы убирались в определенный срок. То, что мы здесь увидели, честно вам скажу, для города Ульяновска является скорее исключением, чем правило. Поверьте мне, мы видим сейчас эту проблему. Мы ее отработали мною уже по результатам вот этого репортажа, который был показан по телевизору. Были, была проведена проверка, были объявлены замечания. Я вот взял с собой сегодня двух очень больших руководителей. Это и Черепан Александр Яковлевич, руководитель зам по ЖКХ, и Дружнецов Андрей Владимирович, зам руководителя управления ЖКХ города Ульяновска. Я думаю, что мы постараемся этих проблем, чтобы их было меньше, меньше и меньше. Но на сегодня хочется также сказать, что город, в принципе, оказался готов действительно к зиме. Тот объем новой техники, которую мы дополнительно в этом году приобрели, благодаря поддержке регионального правительства и губернатора по программе Сберлизинга, тот объем техники, который мы получили от обл. комхоза, он позволяет нам на сегодня все наши основные городские магистрали, тротуары, остановки, переходы через дороги поддерживать в нормальном состоянии. Для того, чтобы вот такой сюжет снять, все-таки, я думаю, что журналистам приходится немного потрудиться. Что касается улицы Ветеринарной, там действительно конструктивно тротуара никогда не было. Это была дорога, это была пригородная зона, раньше это было госплемообъединение, а в настоящее время в рамках объявленной губернатором проекта «Пятилетка благоустройства» мы действительно работаем над тем, чтобы вдоль всех дорог, которые у нас оказались в черте города Ульяновск, у нас появились благоустроенные тротуары. Действительно, мы не можем это сделать все в пределах одного года, но в нашем плане работ устройство тротуара по улице Ветеринарной отнесено на 2019 год. Поэтому в настоящее время там строится достаточно большой жилой микрорайон, и я уверен, что в 2019 году действительно здесь будет счастье. Слушайте, я думаю, сейчас жители улицы Ветеринарной искренне порадовались, слушав эти слова. Главное, чтобы все они до 2019 года дождались и дожили, да? Чтобы никого не сбил там машину. Дай бог им здоровья. — Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, вот у нас очень многие главы муниципальных образований в преддверии зимнего сезона проводят осмотр техники, которая подготовлена для очищения улиц, дорог, тротуаров от снега. Вы были на таком осмотре? — Вернее, в прошлом? — Был. — Вы были полностью удовлетворены увиденным? То есть вы реально считаете, что та техника, которая есть, ее хватает? — Да, ее хватает. Для текущей ситуации всегда хотелось бы больше, понимаете? Всегда хотелось бы больше, намного больше. Для того, чтобы содержать город лучше в том идеальном состоянии, как, например, содержатся центральные улицы и проспекты города Москвы, нам необходимо где-то в 3-4 раза больше техники. Для того, чтобы мы смогли это сделать, нам необходимо порядка 500-500 миллионов рублей, которые на сегодня муниципальный бюджет на эти цели выделить не может. Поэтому у нас есть программа, она 4-летняя. За эти 4 года мы планируем довести количество дорожной техники до норматива. Поэтому на сегодня, я вам честно скажу, мы постоянно мониторим эту ситуацию. У нас каждый день, дважды в день проходят штабы по зимнему содержанию и дорог, и тротуаров, и дворовых территорий. Мы видим и собираем всю информацию, полностью ей владеем. Проблемы есть, но мы их оперативно решаем. Сегодня мы можем их решить не за 6 часов, как хотелось бы, допустим, не за 3 часа. У нас на это уходит 24 часа. Но в течение, как правило, 24 часов мы все проблемы со снегом, мы их решаем. То есть сейчас, Алексей Владимирович, исходя из ваших слов, жители улицы Тимирязева, которые, как было сказано в сюжете, уже не первый год страдают от того, что про их тротуары забывают. То есть они могут рассчитывать на то, что данная улица, данный тротуар в зоне особого внимания. Да, конечно. Ну что ж, я надеюсь на то, что это был честный ответ на справедливый вопрос от телезрителей. Я еще раз прошу извинения у жителей улицы Тимирязева за то действительно безобразное состояние тротуара, которое было показано в этом сюжете. Я также прошу жителей улицы Ветеринарной немного потерпеть. Поэтому, поверьте, мы постараемся делать все, чтобы их жизнь стала более удобной и комфортной. Это был последний собеседник на сегодняшний день. Меня зовут Наталья Васильева. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска программы «По правде говоря», где звучат честные ответы на справедливые вопросы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»